Один из объектов, софинансируемый совместно с Федерацией, дорога на Усинск. Без федеральных свлажений строительства в 15-километрового участка Неницкий округ смог бы построить только полтора километра трассы. В текущем году на строительство четвертого участка автодороги регион привлек 479 миллионов рублей из средств федерального бюджета. При этом в окружном бюджете на 2016 год для строительства трассы предусмотрено 44 миллиона. Об этом заместитель губернатора НАО Алексей Еремеев рассказал в интервью нашему телеканалу. Также он отметил, что работа по привлечению средств со стороны федерального центра будет продолжена. Данный объект начал реализовываться более 20 лет назад. Финансирование было в первую очередь, скорее всего, на нефтяники, потому что это была в большей степени для них дорога интересна. Так как стало интересно для них, точно так же стало интересно и для округа. Эта дорога дает именно развитие региона. И в нулевые годы была приостановка строительства этой дороги, потому что федеральное софинансирование отсутствовало. И сейчас мы возобновили этот проект при том же условии, что появляется федеральное софинансирование. Как показательный момент, в этом году финансирование федерации составило 479 миллионов, а деньги округа всего 44 миллиона. Это даже менее 10%. Можем немножко рассказать о том, сколько стоит эта дорога, сколько она будет строиться, какой период, и сколько денег бюджетных по годам в этом году? То есть мы направили 44 миллиона, и сколько еще нужно будет? Основное строительство дороги – это 80 километров, которые еще не построены. Порядка 80-90 километров, которые уже построены, но они эксплуатируются более 10 лет. Этот участок к окончанию строительства нужно будет капитально реконструировать, подводить уже под изменившиеся нормативы, новые требования по эксплуатации. На данный момент 80 километров, которые не построены, разбиты на 4 участка. Первый участок начинает от Наринмара и двигаясь в сторону Хариагинского месторождения. Мы в прошлом году приступили к реализации четвертого участка. Протяженностью 15 километров финансирования 2015 года было 516 миллионов. Из них 347 – это финансирование федерации, 168 миллионов было потрачено окружных средств. Когда мы показали качественное выполнение своих денежных средств, федерация увидела в нас достойных партнеров, с которыми можно работать. И показательный пример, что в этом году, если процент отношений брать, федерация увеличила свою долю финансирования. Надеемся, что мы продолжим этот темп, который мы взяли, и на 2016-2017 годы. Сейчас говорить о конкретном сроке сдачи объектов эксплуатации сложно, понимая именно бюджетную составляющую, что у нас очень сложно. В целом по стране ситуация не очень хорошая складывается к бюджету. Надеемся, что мы исправим эту ситуацию. То есть мы можем говорить, что в следующем году мы снова получим федеральные деньги на эту дорогу? Об этом можно смело говорить, потому что мы заручились поддержкой президента нашей страны, где есть четкое распоряжение о выделении софинансирования на данную дорогу на весь период строительства. Но о каких-то конкретных цифрах речь не идет. Конкретной цифрой речь не идет. Она при наступлении отчетного периода, эта цифра корректируется. Вот, как пример показательный, в прошлом году было меньше, в этом году уже больше. Как мы освоим в этом году, зависит и в следующий год, сколько будет выделено, какой объем финансирования поступит для реализации данного проекта. Главный вопрос, который волнует сегодня всех, у нас очень сложная ситуация с бюджетом. И многие, не понимая всего того, что вы сейчас рассказали, говорят о том, что зачем нам эта дорога, мы вкладываем в нее огромные средства, а денег в бюджете нет. Не понимая того, что львиная доля расходов, это все-таки федеральные деньги. Так вот, что даст эта дорога субъекту, для чего она нам нужна? Мы единственный практически регион в России, который не имеет постоянного одноземного сообщения с Большой Землей. И для решения этой задачи, почему президент порой заручил своей поддержкой, реализацию данного проекта, чтобы было постоянно круглогодичное, именно наземное сообщение. Во-первых, это даст у нас круглогодичную поставку материалов, продуктов питания. И регион получит действительно толчок для развития. И здесь люди, которые говорят, что для чего нам эта дорога, я думаю, что они недальновидны. В дальнейших планах мы, во-первых, строим это не для себя, а для наших детей, для наших потомков, которые будут здесь жить, и развивать этот регион дальше. Потому что он интересен для всей России. Сейчас также акцент очень делается на развитии Арктики, а мы как раз оставляемся арктическим регионом. Перспективы для проживания здесь очень большие. с учетом того, что здесь планируется именно серьезное развитие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова